Поздравляю с весной! На базар, поверь, не как ладно, милая! Впервые в Рязани и Рязанской области прошел областной конкурс творчества «Душа моя масленица». На выставке были представлены работы более 300 фольклорных коллективов из 15 районов. Все они показывали красоту праздника, символизировали приход весны, яркость солнца, несли радость и позитив. Посмотрев на те работы, которые стали присылать нам, мы поняли, что надо показать всю ту красоту, все умения детей, чем занимаются дети, как они занимаются, как они занимаются вопросами возрождения народного творчества именно нашей области. Так и состоялась эта выставка. Ни одна из работ не повторяется, все они индивидуальны. Победитель конкурса рассказал о своей авторской кукле. Эта женская сущность, символизирующая благодать, принесет в дом защиту, достаток и счастье. Это кукла благодать. Это птица счастья. Она приносит в дом счастье. Это ангел. Он оберегает семью. Внутри у нее гречка. И эта гречка к достатку. Она тянется к солнцу. И вот она вся красная. По мнению мамы Ивана, им удалось победить благодаря тому, что они соблюдали все традиции выполнения народной куклы. Большое внимание они уделили работе над костюмом. Не использовались современные материалы и именно не шилось. Единственное, что мы делали, мы вот эти кружева, мы их приклеивали с помощью паутинки. А так здесь не используется вообще иголка. О своей кукле рассказала и Анастасия из Михайлова. Ее барышня украшена бисером, кружевом, которое также выполнено вручную по старинным техникам. В ходе праздничного гуляния состоялся галоконцерт. С наступлением весны собравшихся поздравила и министр образования региона Ольга Щетинкина. Она отметила необходимость поддержания народных традиций и оригинальность данного конкурса. На праздники все пришедшие могли полакомиться блинами. А мы решили продемонстрировать сам процесс их изготовления, переместившись в кафе «Старый парк», расположенный прямо рядом с выставкой. Блины с припеком – это удобно и питательно. На сковородку сначала выливается тесто, а затем блин печется словно пирожок. Берем грибочки, также выкладываем поверхностно и чуть-чуть берем тесто и сверху выпекаем. Среди настоящих поваров блины принято переворачивать прямо руками, правда в термоперчатках. За начинку можно взять все, что угодно, начиная от яблок, жареных грибов и лука и заканчивая красной рыбой и даже соленой селедкой. Повара говорят, что это очень вкусно. Всех с праздником, всех с масленичной неделей. Пеките блины от души, всякие разные. Приходите к нам в кафе и тоже пробуйте наше искусство. Приятного вам аппетита!